Как я сейчас пойду? Вот по забору или на заборе, или крыльями? Как вот идти? Вот такая лужа, я уже вся влокная. Местный почтальон Нина Ретинская, говорит, чувствует себя настоящей циркачкой. Чтобы добраться до получателей, приходится переходить огромные лужи по колено в ледяной воде. А чтобы попасть в соседний проулок, нужно в буквальном смысле ползти по забору. Утопилось вот так уже по колено. В снег топишься. Их не чистят дороги. А в таких вот, каких, не центральных вообще, я не знаю, как проходить. Даже вот в управление сейчас шла и там провалилась. Мокрая вся. Надо вот такие резинки одевать, а еще сильно скользко. Утром идешь, еще мерзло. Вот как вот ветер был, с горы шла, я думала, и в этих упаду. В некоторых частях села на дорогах образовалась 20-сантиметровая колея. Сугробы достигают высоты человеческого роста. Сейчас с наступлением плюсовых температур они начали таять и стало еще хуже. Люди вооружились лопатами, чтобы самостоятельно расчистить снежные завалы. Снега предостаточно. Пытаемся своими силами. Как видите, успехи есть. Копаем траншею, чтобы не затопило, чтобы в подполье не пошла вода. И соседи, чтобы не страдали из-за этого. Больше всего жители боятся за детей. Дорога до школы превратилась в почти непреодолимое препятствие. Школьники крадутся по ледяной колее. Другого пути просто нет. Вред в резиновых. Сыну еще не купили. Поэтому мокнем. Старшая дочь утонула в луже. Сейчас мокрая дома разделась. Бабушка, благо, рядышком она ее натерла сразу, потому что вода холодная. Ребенок мокрый со школы. На многих улицах села ищу метровые сугробы. Дороги непроходимые. Везде вода. Перемешку со снегом. Без резиновых сапог просто никуда. Люди стараются передвигаться на автомобилях. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют плюс 10 градусов. Жители говорят, видимо, придется доставать лодки. Справиться с проблемой самостоятельно местные власти просто не в силах. Этой зимой в районе выпало аномальное количество осадков. Чтобы вывезти такое количество снега в Ермаковском, нужно около 2 миллионов рублей. В бюджете этих денег просто нет. За счет собственных средств, за счет средств районной администрации, мы, конечно, вывезли снег, но только с центральной улицы. Если потеплеет, если будет резкое таяние снега, то действительно многие дома, частные подворья и многоквартирные дома, то есть будут в такой ситуации, где возможно подтопление. Техники тоже не хватает. Единственный трактор чистит кювет для пропуска талых вод. А сельчане уже сейчас с опаской ждут паводка и очень надеются на помощь краевого центра. Ольга Максюшина, Станислав Берки. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова